Скажем сразу, наш герой жив и здоров. Мало того, уверен, что долгое время не болеет, в том числе благодаря прививкам от гриппа. Раньше ставил в медицинских учреждениях, в этом году решил сэкономить время, оградить себя от чихающих и приобрести вакцину онлайн. Все про препарат изучил, через несколько дней забрал его в ближайшие аптеки, куда вакцину доставили. Ты без рецепта, получается, взял? Я, да, взял без рецепта. Потому что на один медикамент, который был в списке, у меня был рецепт, и на другие уже особо внимания не обращают. То есть получилось так, что я пришел с рецептом, но не со всеми требующимися. А это не так активно проверяли, теперь, может быть, будут проверять. Юрист Людмила Жгун сама несколько раз заказывала медицинские препараты по интернету. Говорит, если приобретать их через официальные федеральные сети и забирать не с почты, почему бы и нет? Другой вопрос – зачем ставить вакцину от гриппа самостоятельно? Если вы не имеете ни образования медицинского, неизвестно, в каких условиях вы его поставили, здесь категорично нельзя этого делать. Получается, сам виноват, если что? Конечно. Только будешь сам полностью нести ответственность. Прививку Денис сделал по всем канонам. По крайней мере, говорит, пытался соблюсти меры предосторожности, на которые указывали родственники медики. Даже температуру померил. Это хорошо, что все хорошо закончилось. Ну а если бы такая ситуация какая-то экстренная, он там себе дома один, возникает неотложное состояние, и что бы в этой ситуации мы потом получили? Вне соблюдения системы холодовой цепи минимальное нарушение температуры хранения таких препаратов могут привести к серьезным осложнениям, вплоть до анафилактического шока. Эпидемиолог уверен о подобной истории. Исключение исправил. Приобрести вакцину в сетевых барнаульских аптеках невозможно. Мы, кстати, проверили. Это действительно так. Как случилось, что Денису продали препарат онлайн без рецепта, тоже надо, по мнению специалиста, разбираться. Между тем, наш герой готов идти на такие эксперименты и впредь. Ведь он считает, что все прошло гладко. Хотя мы повторять не советуем. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.